так всем привет всем привет коллеги рада вас видеть напоминаю меня зовут маша павлюкевич сегодня у нас будет эфир с алиной светловой алина уже присоединилась я вижу сейчас алина подаст запрос на вижу не мы и добавим и сегодня мы будем говорить о продвижении коучинга я думаю всем эта тема актуальна здравствуйте алина да добрый день добрый день вроде бы все на месте у нас да все слышно видно коллеги слышно ли видно ли нас пошлите нам пожалуйста сердечки чтобы мы понимали что мы на связи какие-нибудь сердечки плюсики сердечки что-нибудь еще красивое да и сегодня мы будем говорить о пути коуча к успеху о вызовах и дарах отлично все слышно видно вижу алина вы хотели я помню задать вопросы нашим подписчикам да да добрый день во первых я со всеми хочу поздороваться всех поприветствовать рада всех кто сегодня видеть всех кто сегодня присоединился и да я начать хотела бы с такого вопроса мы заранее обозначили такую встречу она не напрямую я долго думала но напрямую текст да есть люди которые прямо пишут мой текстом займемся с вами мы тут еще и там инстаграмом займемся у меня не было заявлено такой узкой специализированной теме и я решила что мы я предлагаю вам поговорить о вызовах которые с которыми встречается коуч на пути продвижения себя своих услуг своего коучинга поэтому я прошу сейчас вас написать тех кто с нами здесь всего дня напишите пожалуйста какие вы считаете основной вызов или вызовы на пути продвижения пожалуйста пишите и потому что я готовилась конечно у меня есть идеи вдруг я вот не попала вдруг у вас какие-то другие вызовы которые уже изменились сравнение с тем с которыми встречалась я когда начинала напишите пожалуйста я пока если можно поделюсь вот какой мне вызов приходит первый да вот оля уже пишет что вера в себя да проверю себя про тот синдром самозванца я коуч или я не да коуч какой-то вот со мной все в порядке или нет азвучит цену классика классика да где искать клиентов где искать клиентов вот прям значит я угадала сейчас прям коучинговые вопросы пошли что вы имеете ввиду под словом вызов алина все что вам приходит все что вам приходит максимально расширительные рамки я специально ничем не ограничивала да не задавала никаких то узких рамок что лично для вас является вызовом наталья нету вызовов но и прекрасно тогда у вас уже все есть о чем мы сегодня будем говорить усилить уверенность про уверенность про такие внутренние состояния у нас здесь еще я бы обозначила здесь найти свою аудиторию свою нишу вот туда а для кого я коуч если я коуч не для всех кто для кого так повышение квалификации какой здесь путь когда клиенты задают вопросы о результате коучинга когда рисуют себе образ результата докажи коуч что ты успешен пишет надежда вот какой вызов прекрасная история потому что на самом деле сразу два пельменика у нас из морозилки мы слеплены достаем да и что ты коуч сам успешен докажи и что ты сможешь мне обеспечить результат докажи да и коуч там бросается что-то доказывает докажи как себя оппозиционировать оппозиционировать мне нравится это слово оппозиционировать это здесь сразу и про позиционирование и про как будто то чем я отличаюсь от кого-то коучинг воспринимается для некоторых как шарлатанство обесценивание профессии так убегает текст многие не понимают что это очень много времени уходит на объяснение да ирина вот такой вызов до просвещение просвещение знакомства да только непонятно в чем вопрос 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 это про мне кажется это про статус коучинга ну вот у меня такое чувство про статус коучинга по отношению к психологии просто может быть да да может быть еще про что-то окей ну что же готовы мы отправляться в путь потому что у нас времени не так много мы как бы у меня есть целый тренинг про восемь ключей да где мы восемь часов об этом вообще-то говорим да но сегодня мы будем с вами говорить всего тридцать сорок пять минут готовы отправиться да да как выстраивать долгосрочные контракты сколько бесплатных сессий надо проводить чтобы переходить на платные вот такие у нас как совмещать работой коучинг можно ли это и вот как поменять аудиторию если у меня уже есть профессии теперь я еще и коуч сколько вопросов сыпется коллеги сейчас мы закроем комментарии на период эфира и в конце эфира вы сможете задать нам ваши вопросы то есть мы вернем возможность вам если что-то да что-то мы вдруг упустим то вы в конце мы еще сможем вернуться поэтому мы сейчас скрываем комментарии но вы берегите ваши вопросы ну что же друзья начнем я хотела бы начать наверное знаете я вот долго думала с чего же начать начну с самого мне кажется с вызова вызова который вот вызовом является классическим для всех начинающих коучей а это деньги это доход вот это ключевой вызов да а как же я буду получать свой доход и у меня ко всем сейчас начинающим коучам а особенно к тем кто сейчас начинает все таки решил что он идет в это как в профессию не просто там хобби какой-то дополнительный там да инструмент подход там в том чем вы уже занимаетесь а именно как профессию если это профессия и если это у нас с вами новый новый ваш вид занятий по сути новая профессиональная деятельность а по большому счету мы все говорим что это бизнес да малый бизнес микро бизнес там самозанятость это как бы я сейчас не буду придираться к словам так хотите как хотите назовите как вам откликается но в любом случае это предпринимательская деятельность и у меня тогда к вам вопрос на засыпку скажите пожалуйста а у кого у нас выключены комментарии на вы себе отвечаете а у кого из вас есть бизнес-план вот он вопрос номер один понимаете я знаю что он есть далеко не у всех я отвечу у кого нету прямо пишите себе записывайте то что вы потом пойдете себе создавать потому что это один из ключевых вопросов мы создаем яркое видение особенно я вот из эриксоновской школы я знаю что эриксоновские коучи это и умеют создавать и любят и сами это видение прямо для себя очень любят и вот мы создали это яркое видение я коуч я успешный коуч и тогда это вопрос а под этот под это яркое видение как нам его как всегда отсмортовать формат конечного результата а сколько это в деньгах а через какой-то срок ты успешный коуч да и если это в деньгах то это какое как мы говорили там миллион заработал от этого коучинга или это у тебя ежемесячный доход от этого коучинга и это очень прекрасный вопрос которым стоит задаться а с одной стороны мы хотим всегда сказать что я же не знаю я никогда не ходил этой дорожкой я понятия не имею чё там у коучи вообще с доходом с другой стороны у вас то есть какие-то жизненные потребности жизненные ориентиры вы же человек с каким-то жизненным и профессиональным опытом хотя бы приблизительно как некоторые говорят да не надо там большие ксэльевские таблицы да на салфетке где-то сами себе это набросайте и из этого уже проистекает очень интересные много выводов потому что когда я говорю про наши дары которые у нас есть как у коучей я говорю про наши компетенции мы же с вами на площадке icf россия и это одна из ключевых компетенций это контракт какой контракт вы готовы заключить сами собой через какое время какой доход вас как у коуча уже есть это ваш контракт ваш внутренний ну если у кого-то это хорошо работает кому-то это помогает вы можете это все задекларировать близким друзьям может вообще широкой общественности этом покажу свой счет с миллиона рублей это тут у каждого путь свой мы идем индивидуально тем не менее ключевой вопрос это какая-то цифра какой-то итог да что-то что вы припиявите сами себе прежде всего через какой-то определенный момент времени мы с вами знаем что из этого что вытекает опять же как коучи и нам в помощь но у нас есть прекрасный дар что планирование постановка целей наша компетенция да когда мы начинаем а лучше всего обратное планирование если я сейчас условные цифры называю как коуч через три года зарабатываю в месяц давайте считать а я абстрактные цифры называю кого-то они большие для кого-то маленькие неважно алин я могу называть цифра прям когда я планировала выход из знаем в работу на себя я дала все свои расходы потенциальные поделила на месяц и получилось 163 583 это вот давайте 160 тысяч да вот 160 тысяч в месяц я зарабатываю да через сколько маша себе ставила ой я ставила через два года ну на тот через два года но сейчас уже другие расходы на ежемесячной основе правильно да 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 вот и тогда для нас с вами история мы с вами как коучи прекрасно знаем как я уже сказала у нас есть дар планирования а лучше всего обратного планирования то есть когда мы с вами встаем в точку когда у меня ежемесячно есть 160 тысяч и я отматываю назад а что мне необходимо предпринять для того чтобы я пришел к этой точке потому что это же не один месяц даже если я ставлю себе цель через два года 160 тысяч да то это означает что я ну приблизительно месяца за три-четыре выхожу на эту цель да как олимпийские чемпионы он же не только на олимпийской на олимпиаде этот результат показывает он на тренировках показывал такой же или уже больший результат чтобы уже его на олимпиаде при всем там волнении да соревнований и так далее показать вот и тогда получается что мы от обратного отматываем что у нас где-то там в этой точке есть да какой-то результат и опять же да если мы возьмем отмотаем обратно да это вам тоже идея для того чтобы да у нас с вами есть такая компетенция как проектирование действий мы должны создать действия потому что если мы посмотрим на ближайшие полгода и маша наверно тоже не секрет если я возьму тоже какой-то усредненный вариант для кого-то большой для кого-то маленький 75 тысяч в месяц ближайшие полгода по три тысячи рублей я как начинающий коуч беру за сессию что получается у нас 25 сессий в месяц это много или мало ну как бы а бог его знает на мой взгляд если идет совмещение с работой для меня бы это было много ну если совмещение это прилично абсолютно и мы с вами приходим к очень интересному моменту к двум точнее первое вообще где их столько взять потому что это шесть сессий в неделю каждую неделю между прочим потому что если у тебя где-то меньше убавилось где-то было три на какой-то неделе то на другой значит должно быть двойная норма эти три до добрать надо где-то другую неделю должно быть 9 и вот тут начинается самое интересное понимаешь где взять вот тут начинается самое важное у нас есть с вами прекрасное решение как был вопрос можно ли совмещать это с другой работой я бы сказала нужно потому что машин опыт мой опыт мы из его опыта исходим и я всегда рекомендую если есть возможность не хлопать дверью а сделать переход постепенным плавным это только вам в плюс потому что вы вот эти шесть часов нарабатываете постепенно если же говорить о том что мы с вами начинаем что чувствуете даже не знаю что чувствуете когда вы начинаете думать где я возьму эти семьдесят пять тысяч где я возьму эти двадцать пять сессий да 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 все все на разрыг да смотрите какая история друзья я пока тоже не знаю пока мы знаете припаркуем этот вопрос мы к нему вернемся но для того чтобы вот эту важность снизить потому что где что где я буду брать клиентов на что я буду жить чтобы снизить эту важность мы приходим к одному очень я бы сказала архиважному выводу у нас есть с вами здесь такая важная компетенция icf как коучинговое присутствие и она и об этом говорят кстати все ведущие специалисты и она нам подсказывает что это глубина и сила нашего коучингового присутствия очень сильно зависит от того насколько мы рассчитываем на доход от этого конкретного клиента который сидит перед нами можете со мной соглашаться можете нет но вот такой парадокс у нас мало клиентов он пришел один или полтора и мы волнуемся что он сейчас уйдет а поскольку мы волнуемся то он чувствует нашу вот эту вот не глубокую не основательную коуч позицию и как бы тоже в общем ну если не уходит то по крайней мере да не в особом восторге от того что он происходит у нас получается вот этот замкнутый круг мне кажется еще есть партнерство легко выпасть я просто абсолютно что такое здесь партнерство когда он такой важный а я за него цепляюсь ну я не в партнерстве и это уже не коучинг не совсем коучинг конечно потому что что внутри нас происходит и мы думаем что нам удается это скрыть на самом деле на бессознательном уровне это все очень легко видно я ведь еще работаю как супервизор и как ментор в коучинге я поэтому очень часто а кто-то мне может поверить кто-то нет на слух поверьте мне на слух слышно сессия платная или бесплатная это слышно даже как себя ведет коуч потому как хотя коучу кажется что как 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 ментор он ясновидящий как он определил что это сессия да вот а это слышно в том как коуч проявляется и для нас с вами здесь простое решение вопроса когда я сказала мы пока припарковали где мы ищем это другие альтернативные источники дохода и об этом говорят все мэтры супервизоры в психологии психотерапии и это могу сказать сейчас я то есть когда у нас есть какой-то альтернативный относительно стабильный источник дохода мы тогда себя так выдыхаем и чувствуем себя гораздо свободнее спокойнее основательнее в том что мы сделаем с клиентом мы за него не держимся и тут внимание включается такой парадокс клиент это воспринимает как нашу внутреннюю силу он хочет быть таким человеком который спокоен который ровно дышит который не цепляется за него тогда за него хочется уцепиться потому что клиенту хочется стать таким и вот тут мы переходим с вами к следующей истории да вот вопросы которые вы позадавали много туда вера в себя озвучить цену мы с вами переходим к очень важной нашей компетенции это раппорт и первая часть нашего разговора это раппорт с самим собой это первая часть то есть прежде чем мы с кем-то пойдем раппорт устанавливать это раппорт с самим собой потому что эти все истории вот эти все самозванцы синдромы торгаша да у меня нет предпринимательского таланта да заниженная самооценка как Маша сказала кто я и кто он украшение наших эмоций когда нас там потряхивает когда клиент сейчас то ли придет то ли не придет это история про что это история про наших внутренних как хотите их называйте гремлины гоблины да демоны вот как хотите и это хороший повод для работы с самим собой то есть прежде чем потому что это сильно влияет на то какой клиент к нам придет потому что перехожу к ответу на вопрос а где же искать клиентов ответ очень простой наши клиенты везде понимаете они везде то есть я могу привести вот прям ярчайших наверное два примера от одного я сама была в некотором шоке потом я уже разобралась и стала понимать то есть это понимаете в чем дело то есть если мы из себя изображаем коуча вот этого уверенного спокойного такие мы все да в нервании то ли придет клиент то ли не придет то ли мы заработаем то ли нет если мы это изображаем то выходя из этого состояния мы кем становимся ну как бы все равно переживающими по этому поводу людьми испытывающими самые разные то есть это как как зайчик который вот маску надевает какого то льва да маска маска зайчика или маска льва на зайчике да и как только мы вот эту вот как бы ее снимаем да мы становимся вот этими немножко в этих реакциях внутренних а нас выбирают друзья с вами все время нас выбирают круглосуточно приведу два примера первый пример когда мне позвонили ну как приятельница и с разговором о том что ну вот своему другу хочется выбрать коуча кого ты посоветуешь потом оказалось что это разговор был о том не выбрать ли меня в коуче ну я сижу себе такая дома пью чай да прихлебываю с громкими звуками и оказывается это оказывается интервью со мной как с коучем тендер идет неожиданно понимаете неожиданно да мне потом говорят слушай ну вот другой коуч то я поговорила он то был как бы во всеоружии так со мной разговариваю я говорю ну ты наверное с ним не был знаком ты его предупредил что будет тендер и отбор он как-то там приготовился приоделся и внутренне да был на это настроен а я конечно нет это история может быть утрированная но тем не менее она говорит о том что нас могут выбирать как паучей в любой ситуации а приведу другой пример более такой как бы уже бытийный разговорный да когда мы тоже со знакомой пьем чай и я уже понимаю по разговору по ее расспросам я-то думала что мы просто чай собрались попить а оказывается да я уже тут уже смекнула сообразила что оказывается на самом деле она присматривается ко мне потому что меня порекомендовали но она пока меня не знает как человека встретимся кофе попьем чайку попьем и я уже тут уже научная опытом слушай ну ты как бы чего-то хочешь у меня впечатление да и какую я компетенцию включила прямая коммуникация включила компетенцию прямую коммуникацию когда я говорю слушай ну вот что такое сейчас в нашем разговоре да ты скажи честно ты чего хочешь то с какой целью ну вот я про коучинг это хотела бы а вот эта история когда мы становимся как коучи публичными фигурами 24 на 7 практически да и это нам важно помнить я к чему это клоню что если мы работаем над своими вот этими всеми страшками над всеми своими гремлинами над всеми своими самозванцами и прочим и прочим которые группа товарищей которые внутри нас живет и мы научаемся с ними управляться справляться и контролировать эту историю контролировать не в смысле заминать а контролировать в смысле именно уметь их выпускать тогда когда им прямо время и место и давать им возможность посидеть на скамеечке запасных пока у нас другие товарищи из нашего хора да споют свое соло внутреннее то нам это дает возможность в любой момент не думать о том что нас сейчас выбирают и не думать где нас где мы ищем клиентов в любой момент мы являемся коучами как публичные фигуры маша чтобы рассказать я просто задумалась как это знать что в любой момент тебя выбирают и при этом быть в этом расслабленным и быть быть вот не то чтобы собой я даже не знаю как это сказать правильно быть собой быть собой у меня в этом смысле вот по поводу маски да как ты сказала льва под которой скрывается зайчик совершенно замечательная цитата нашего российского коуча и ментора Михаила Кларина которая меня очень вдохновила на этот счет и вот цитата в соцсетях звучало так станьте уже хоть какой-нибудь версии себя бог с ней с лучшей уже какой то есть вот это быть собой уже какой-нибудь версии себя станьте да и вот эта история когда мы с вами в любой момент времени нас могут выбрать в маршрутке в самолете сосед по креслу в соседнем кресле за чаем какие-то знакомые друзья куда мы пришли там в гости это может происходить где угодно вот и тогда нам не надо напрягаться и думать что вот сейчас я продаю коуча абсолютно нет Алина ну это так классно думать что меня выберут в любой момент но как сделать этот вопрос процесс управляемым потому что все таки хочется здесь больше подконтрольности вот и мы с вами приходим здесь к этой истории к тому а что интересно нам к тому что интересно нам то есть мы приходим к выбору ниши потому что всегда наши коучи я готов коучем быть вот для всего мира вот для всех а почему а что за этим на самом деле стоит мы возвращаемся с вами к предыдущему пункту я боюсь что то что нравится мне меня никто не выберет ко мне никто не придет и тогда у меня не будет клиента если мы на чем-то фокусируемся и конкретно выбираем себе то что мне нравится то что я люблю то в чем не эксперт опять же это ваш выбор вы выбираете знаете вот он такой коуч у нас он такой метущийся мечущийся между теми и красивыми и умными и он не может выбрать а вот это когда ты говоришь ну какой нибудь версии себя стань что тебе нравится еще одну цитату приведу забавную да замечательную на мой взгляд который отражает эту историю будь собой и мир тебе поверят да и мир тебе ответит взаимностью то есть когда ты такой какой ты есть и это мы всегда боимся чего что мы кому то не понравимся алина у меня сейчас инсайт мне отец всегда в детстве говорил одну фразу и я никак не могла понять что он значит и вот она у меня всплыла это вот будь собой люди к тебе потянутся он говорил все время а я никак не могла вот как вот бывает же так а спасибо будь собой будь собой мир привыкнет а мир привыкнет и вот эта история это это все время наш страх что мы сейчас как-то проявимся и и я расскажу что мне нравятся странные вещи совершенно наш замечательный мсс анна лебедева недавно написала что мы ели странненького в детстве кто там за ней следит там народ чего только да в детстве я не знаю и гудрон и смолу и сосны и какие то не спелые пацаны и хиба бог его знает и вот эта смелость ее написать да а что такого странненького мы все странненькие и мы все думаем каждый знает что я странненький мне не поверят все думают будь он странненький немножко такой странненькая она да но поверьте мне люди набегут те которые тоже скажут слушай я же тоже странненький да вот пока мы в это не поверим что таких людей и это кстати сказать друзья наша классная возможность сказать миру почему потому что мир изменился вот мы раньше сидели как бы ты сидишь в своей деревне и ты вот один коуч на деревне и ты понимаешь если ты тут никому не понравился то ну как бы все нет у тебя клиентов да вот они у тебя сто дворов в деревне никто тебя не выбрала ты странненький такой и и все как бы жизнь закончилась друзья у нас сейчас мир глобален да интернет дает вас это это то что меня очень вдохновило когда я выходила в кучинг может это кстати причина по которой я раньше я тоже такой человек пугливый да с тонкой душевной организацией я вдруг поняла что слушайте но я на работе там где я работаю там может быть один босс или два босса у меня или три и всем им трем я не понравилась и ты начинаешь думать ну наверное со мной что-то не так правда я им всем не нравится но когда я выхожу на рынок мир глобален тут миллионы людей и это точно среди них найдется пара тройка десятков а потом и сотен которым ты понравишься вот такой странненький вот такой необычный вот такой нестандартный а на самом деле уникальный и тогда вопрос в твоей нише это то только ну он вопрос заключается только в том как ты сам сформулируешь а ты чего хочешь ты с какими людьми ты хочешь общаться с какими людьми ты хочешь выстраивать свой коучинг я говорю что мне легко я говорю на одном языке с людьми которые работали проработали много времени в продажах а мне легко с людьми поскольку продавцы не только управленцы это управленцы а продавцы например это люди которые заточены на результат на доход на деньги потому что продажи это деньги и это вторая моя часть мои клиенты которые ко мне приходят там коуч или предприниматели они кратно увеличивают свой доход ну понятно при условии что это их цель если они ставят себе такую цель потому что я знаю как с этим работать умею и я люблю с этим работать и такие же люди ко мне приходят потому что я ну я вот такая какая есть вот такой буйный коуч как я перед вами сейчас сижу да у нас коучи такие уже спокойные они в нирване всегда я умею такой быть я гибкая но когда мы говорим про продажи про бизнес эта энергия это другая энергия и люди приходят на эту другую энергию поэтому к вам люди придут на вашу энергию важно куда вы ее хотите направить где где ваш поток где ваша энергия если у вас ответы на эти вопросы потому что вот это перестать бояться и показать свою странность уникальность непохожесть и идти туда куда вам хочется идти а кстати приведу один из примеров тоже дискутировали с одним из коучи в соц сетях и коуч говорит вот я тут прошел курс по библиотерапии вот библиотерапия даже даже не знаю что что такое библиотерапия терапия при помощи книг при помощи чтения у меня просто были идеи книги библия вот там все библиотека библиофилы и так далее любители читать библиотерапия да да я сказала она говорит слушайте я думала что я сейчас открою значит для себя новое а я говорю я вот уже несколько лет вот так в таком формате с клиентами работаю с книгами рекомендуем книги читают мы потом по вопросам с ними смотрим что для них откликается какие что важного они вынесли я говорю я это называю библиокоучинг она говорит боже я только думала в голову пришло уже уже работает да я сама себе придумала может еще кто-то в таком формате работает я не знаю я сама себе придумала я сама себе назвала и сама себе чудесно совершенно с клиентами работаю таким же образом у нас если вы смотрите в ну как сообщество коучинговое вы увидите что у нас есть коучи которые сами себе придумали арт коучинг музыкальный коучинг когда-то не было невербального коучинга провокативного коучинга лингва коучинг да то есть вы если вы достаточно у вас смелости как это знаете есть такое выражение здоровая наглинка продавца вот здоровая наглость взять и открыть новое направление новое слово в коучинге да из этого собственно создается ну творчество когда вы сами скажете а мне вот интересно сюда идти я хочу идти вот сюда вот в этом направлении ну оглянулись посмотрели и это полезная история еще одну которую я хочу сказать да это посмотреть да это то что есть в сообществе ну оглянуться и вообще какие идеи вот я вам пришла идея в голову да я понимаю я подумываю я не знаю дозрею я подумываю например об образовании ассоциации коучей по продажам да потому что я знаю что ну нас таких немного но со временем будет становиться все больше и больше и почему бы и нет потому что это может вырасти в целое направление а что мешает вам открыть свое направление вам ничто не мешает открыть вот взять и сказать а я хочу вот сюда двигаться и двигаться туда куда вам хочется это сейчас у нас когда Маша откроет свое окошко с комментариями может быть нам кто-то напишет поэтому какое ваше направление да это история это наша еще одна компетенция слушать себя слушать других где вы слышите что вы слышите какую потребность вот коннект да коннект то что интересно вам и то в чем есть потребность у людей у человека у конкретного и вот это вот пазл он тогда и входит когда вы начинаете слушать когда вы свою компетенцию мы почему-то и в жизни ее отключаем в коучинге только у нас 3 2 3 уровень слушания вот мы его развиваем а что мы развиваем только на сессию в 30 минут его полезно точно так же и в жизни включить как я уже сказала вы сидите с соседом там где-то в дороге в купе знаете эти покупчики эффект покупчика вы его слушаете если начинаем слушать там включая 2 3 уровень и задавать те самые сильные вопросы в том что вам интересно и тогда эта история вот этот коннекшен он происходит гораздо легче их не надо этих клиентов скать они как бы все время вокруг нас они все время нас окружают но только если вы не глухой интроверт который там совсем уже дома сидит и затворником и никуда не выходит ни с кем не общается ну тогда посложнее будет конечно все таки придется с кем-то пообщаться и куда-то выйти вот вот это ключевые наверное истории о которых я бы хотела сегодня сказать потому что если мы с вами говорим ну чем я бы хотела закончить это то что мы как коучи завершающими компетенциями о которых не говорила да это управление прогрессом и ответственностью то есть когда мы берем на себя ответственность за то что мы как мы создаем свою коучинговую практику потому что очень часто знаете коучи начинают ну вот кто знаком со спиральной динамикой на сиреневый уровень на фиолетовую опускаться да воззовем же мы ко вселенной чтобы она послала на да каким-то чудесным образом послала нам клиентов да или вот эти да как же меня найдут эти клиенты кто-то или что-то где-то должны найтись эти клиенты замечаете как возникает такой пассивный залог а я такой мне это очень напоминает историю про девушки да я вот сижу и жду как я выйду замуж да прекрасный принц принчиться ко мне на белом коне вот в коучинге да клиент да на этом в виде принца на белом коне должен должен каким-то чудесным образом узнать про этот терем да вообще который там где-то отдельно стоит туда и прискакать еще постучаться мы в современной парадигме друзья в двадцать первом веке мы как бы уже не терема уже не ждут у нас красавицы в тереме да мы выходим в люди и смело на по партнерски общаемся и говорим кто мы и что мы есть сами отвечаем за то как мы простраиваем этот путь выходим в люди смелее но и осознанность это еще один наш дар компетенции осознанности когда мы понимаем что происходит со мной это серьезные самоисследования что со мной происходит я что на самом деле боюсь как мне тогда с этим страхом поработать пойти к моему коучу может быть пойти к психологу а может быть даже бывает и к психотерапевту это кстати тоже не секрет что многие коучи работают с этими специалистами со всеми супервизорами с разными именно для того чтобы выйдя к клиенту ты был вот этой самой личностью которой клиент хочет работать и хочет приходить поверьте они приходят покасательные даже у вас люди если они чувствуют в вас уникальности силы у меня так ассоциируется с смещение фокуса внимания извне на себя как во время коуч-сессии мы тоже помогаем клиенту перевести фокус на себя и вот ваше высвечивание компетенции с точки зрения того какие на самом деле это дары как мы сами в отношении к себе можем использовать как мы про них забываем вообще ну да потому что все думают что мы закрыли 30-минутную сессию и где-то там вот в этих 30 минутах оставили наши компетенции что если мы их начнем практиковать развивать и это же такой взаимный обмен и с клиентом и для себя представляете двойная польза получается шикарная просто у нас тут много девушек я знаю в коучинге я хотела бы сейчас завершая в завершении предложить у мужчин есть красивая метафора путь героя на которой они встают идут сражаются с этими самыми драконами да и так далее идут к своему успеху а для девушек я долго искала кстати их не так много да наверное но архетипически потому что девушки как раз в тереме раньше ждали но есть один архетип я его очень люблю приглашаю вам может вас на этот путь может он для вас сработает эта дорога из желтого копича где элли помните шагает с татушкой да они же тоже у них там всякие злые волшебницы и всякие приключения и если вы помните там вся эта компания считать что у них чего-то не достают что на самом деле абсолютно не соответствует действительности при ближайшем рассмотрении вот приглашаю посмотреть на эту метафору поярче вот как она вам напишите алина готовы ли вы включить комментарии посмотреть да да конечно конечно давайте я включу друзья и вы сможете написать ваши ваши мысли ваши идеи ваши вопросы вот как если бы вы прямо сейчас осмелились и может быть так не точно но сформулировали а что вам нравится в какую нишу вам нравится идти куда вот хватит смелости отваги вот этой может быть как я говорю даже здоровой небольшой наглости такой включить эту ноту небольшую щепотку наглости если добавить то куда вы пошли мне вот хочется чтобы вот прям чтобы немножечко дух захватывало так это классно аж вот вот ох и как же я туда да да когда вкусно когда да что нам там пишут потому что мне не видно у меня видимо застрял они пока еще у нас это да 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 я просто я только сердечки вижу больше пока ничего они у нас пока еще а что если мэри поппинс как герой о кстати кстати да волшебница такая волшебница мэри поппинс волшебница да да магия там есть магия да и сильная личность про выход про выход из кризиса сама же и до страхи клиента ага дали да 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 а что про выход из кризиса я так понимаю что это про нишу я так понимаю как ниша а почему почему нет я называю абсолютно разные ниши могут быть идите туда смелее потому что я говорю я встречала абсолютно разные ниши выход из кризиса это прекрасная ниша люди мы все живем в реальном мире надо забывать не только про розовых единорогов правда мы не только про мечты а реальная жизнь люди встречаются люди расстаются есть коучинг поддержки при расставании со своей половиной со своим супругом это нормально люди стали жить долго они могут менять партнеров на жизненном пути это нормально ну как это факт жизни и для кого-то это очень сложно очень некомфортно а кто то кто человек глубоко уже проработанный и готов в этом быть клиентом в этих ситуациях почему нет пожалуйста и кризисы тоже бывают разные потери близких людей понятно что там есть часть психологическая такая да но не всем нужен психолог вот как раньше знаете кризис среднего возраста все раньше считалось что для этого для переживания кризис среднего возраста нужен психолог но когда выяснили что это носит массовый повальный характер да то есть ну 80 процентов людей 20 только не замечают как они его прошли а 80 процентов людей через этот кризис проживают ну наверное сказали что наверное со всеми все таки все окей наверное это тогда не к психотерапевту это нормальная оказывается фаза жизни человека проход через этот кризис и почему нет почему не стать тем коучинг который будет сопровождать вот в этом лада переходном этапе совершенно замечательные идеи у нас пишет свободная финансовая свобода для женщин энергетический коучинг чувствуете мы мы с одной тоже с одной с этим дам ну женщиной коуча смеялись когда бит сша алина я сейчас исследую всякими так стало интересно травы там растения вот лечебные целебные чтобы с этим коучинг сочетается придерживаясь какая на фирмен этот да прорастать представляете вот это метафора whereby прорастает. Почему нет? То есть это история, где проявляется ваша смелость и уникальность. Смелость быть уникальным, смелость быть непохожим на других. И тогда вы создаёте свою нишу. Пишут, что кому-то гермионой хочется быть. Да, давайте гермионой. В общем, всем хочется в волшебство. Давайте в волшебство. Прямо где у нас женщины, девушки, волшебницы. Да, кто у нас? Много ли есть лингвакоучей? Ну, кстати, у нас, я знаю, что у нас даже проводят фестиваль на иностранных языках. Как имя, фамилия, но если интересно, поищите. Не очень много, но он даже ассоциацию основал и проводит то ли фестиваль, то ли что-то такое раз в год. Один из наших коучей. Поэтому есть направления, понимаете, все направления пока молодые. Пока еще. Вы, почему я сказала про ассоциацию, например, возможно, коучей по продажам. Потому что до нас всего тут на пальцах вот двух рук можно пересчитать, кто конкретно на этом специализируется. Но со временем рынок будет расти, настанет там. Потом 20, 50, потом 100. Вот, понимаете, так рынок развивается. А у вас есть возможность стать прямо основателями своего направления. Представляете, какой рынок сейчас шикарный. Тут пишут свои ниши, ниши, ниши. Благодарят. Ага, вижу. Да, мы сохраним эфир, мы постараемся сохранить эфир. Экзекутив, коуч хочу. С высшими руководителями. Но я пока начинающий, пишет Клавдия. Начинающий что? Начинающий коуч или начинающий экзекутив? Потому что вот здесь, помните, я сказала, очень важно уметь разговаривать на одном языке с клиентами. Поэтому, когда человек хочет работать с экзекутивами, с топ-менеджерами, с владельцами бизнеса, то было бы неплохо, чтобы у вас хотя бы какой-то приблизительно релевантный опыт был. Хотя бы, ну, если с топами, то хотя бы средний менеджмент. То есть вы понимаете, какие вообще вопросы заботят в принципе управленцы, руководители. Если вы собираетесь работать с бизнесом, что у вас хотя бы был, хотя бы какой-то маленький бизнес, и вы понимаете, какие, то есть здесь вопрос о чем идет. В коучинге мы не так часто используем, и наоборот, говорим, коуч советов не дает, он свою экспертизу не включает. Но, друзья, когда человек приходит к вам, клиент по официальному, ему очень важно вот на входе понимать, что вы в одном контекстуальном поле, вы в одном контексте. Вы вообще понимаете, о чем мы разговариваем, о чем речь идет, да, то есть на уровне понятий. Вы, может быть, нюансов не знаете конкретно его, там, бизнеса или жизни, да, они и не нужны. Но вы примерно себе представляете, в каком контексте происходит вообще его мышление. Мыслит он какими категориями, какими понятиями. Поэтому вот здесь вопрос такой, а есть ли у вас этот опыт? Потому что я вот всегда говорю, ну, в продаже не случайно идут те, кто занимался продажей. Почему? Потому что мне просто легче найти общий язык с людьми. Мы как мы говорим, рыбак рыбака видит издалека, мы мы, собственно, знаем по контексту. Так же, как и коуч-коучи, собственно, правда, у нас свой язык, у нас свой контекст есть. Мы легко понимаем, да, даже если мы, например, не представились, что мы коучи, но находясь, что называется, в одной комнате, мы легко сможем в общении с человеком понять, да, по языку, как человек общается. Это все относится ровно так же и к вашей работе с клиентами, и к вашему выбору мыши. То есть смотрим на то, что мы, чего мы хотим, куда в будущее смотрим, и смотрим на то, какой у нас, как я говорю, рюкзак, а что у нас уже есть в рюкзаке для того, что уже идти туда, а что нужно добрать. И здесь рождается в том числе план. Может быть, этого сейчас пока и нет, но это тогда вопрос, помните, я сказала, где вы это получите, не надо сразу там увольняться, не надо сразу, да, прощаться, вы можете, наоборот, сейчас себе поставить долгосрочный план, что вы сейчас сначала познакомитесь, встанете на какую-то управленческую позицию. То есть это же долгосрочный, вы же в коучинг не на полгода пришли. Вы хотите это сделать в профессии, возможно, на всю жизнь. И тогда имеет смысл выстраивать долгосрочный план, правда, на долгосрочной основе, что я вот и сейчас вот нахожусь, например, в компании, я узнаю, как это, что это, встаю на какую-то карьерную ступеньку, я себе получаю какую-то позицию, какие-то проекты, в которых у меня будет команда, да, я буду тим-лидером. И я тогда понимаю, о чем речь-то идет, хотя бы, да, если я хотя бы год поварился в этой ситуации, когда я уже приду в экзекритив-коучинг, а так, конечно, будет тяжеловато и вам, и клиенту. Вот пишут тут свои ниши, вопросов я не вижу пока. Если вопросы, друзья, то у нас вот так незаметно уже 45 минут. У нас завершается время, если есть какие-то важные, что вам прям хочется, чтобы ответили у Халины. Какое удовольствие с вами разговаривать в прямом эфире. Какое удовольствие. А мне какое удовольствие. Я, кроме вашей, правда, почти никого не вижу, но вижу, сердечки вижу. Вот. Вопросов не вижу сейчас, буквально еще минутку подождем, может быть, кто-то пишет. Куч-программист. О-о-о. Да? Ну, а как бы почему нет? Кстати сказать, это целое направление, там же у нас есть agile-коучинг, но есть и коучинг, да, как раз, это не всегда agile, да, потому что у нас, например, есть ребята, которые программисты, которые приходят и понимают, что очень часто коучинг – это моделирование, это системное моделирование, ментальное. Они очень, кстати, неплохими коучами становятся, потому что они видят структуру хорошо мышления, вот все эти наши пирамиды логических уровней, там, да, и так далее, все эти истории. Они как только вот схему увидели, они, вот, ну, долить им еще слушание, да, внимательного такого фокуса на человека, а не только на схему, и они прям очень даже себе, вполне себе в своей среде, в своем, опять же, контексте прекрасными коучами для вот этого всего программистского сообщества, для IT-сообщества становятся, да. Вот вопросы у нас появились, такие очень интересные вопросы. Используете ли вы техники при работе с клиентами, например, романсовые? Да. Открою тайну. Я еще являюсь сертифицированным гипнотерапевтом. Но я конкретно, да, в коуч-сессиях это не использую. Скажу, вообще техники, и я, и большинство коучей, кто хочет посмотреть, у нас там ICF выложила после недели коучинга демо-сессии, да, коуч-сессии уровня, вы увидите, они техники не используют, я также их обычно не использую. Могу какой-то фрагмент, какой-то блок, какой-то кусок, я тогда клиента предупреждаю, потому что это тогда не я иду за клиентом, а мы будем клиента пытаться вместе с ним его в эту схему техники, да, как бы уложить. Это бывает в редких случаях, какая-то особая история. Вот так же, как и с гипнотерапией, это не коуч-сессия, это отдельная история, мы ее отдельно обговариваем, готов ли он, хочет ли он, может ли он, интересно ли ему, я объясняю, в чем может быть польза и почему это будет коучинг тогда в этом случае, и тогда изредка это может так быть с одним и тем же клиентом, да, но как бы вот так вот, между прочим, и коучились, коучились, а потом вдруг обнаружили себя, да, в какой-то трансовой технике, нет, так не бывает. И еще вопрос, с чего начать, раз уж у нас зашла речь про экзекутив, с чего начать, изучать, пишут так, экзекутив коучинг. Вот так вот сформулирован вопрос. Хороший вопрос. Как я уже сказала, одна часть, это вы изучаете, собственно, жизнь экзекутивов на личной практике, на личном примере, да, для этого хорошо бы стать руководителем хотя бы какого-то начального уровня, потому что, в принципе, технологии все более-менее одинаковые, второе, вы изучаете коучинг на примере, на своем собственном опыте, да, то, что мы сейчас перечислили, все коучинговое присутствие, контракт, постановка целей и так далее, как это все происходит. Прямая коммуникация, это, кстати сказать, вызов для многих руководителей, для многих топов, как обнаруживается напрямую сотруднику сказать, что, например, ему что-то не нравится, что его что-то смущает в работе сотрудника. И тут, кстати, у коучей, между прочим, прям поле, да, перспектива, то есть если вы еще экзекутив, да еще и коуч экзекутив, то вы вообще прям будете шикарным руководителем совершенно. И, ну и третье, переходить, как переходила я, я работала внутри компании, и я предложила провести сессии, когда училась своим коллегам, не подчиненным, а коллегам, да, то есть которые находились со мной примерно на одном уровне, я руководитель, они руководители, я сказала, если вам интересно, то готова, пожалуйста, приходите, какие-то бизнес-задачи, бизнес-запросы, какие-то ваши проектные темы, приходите, мы поработаем. Вот вам, пожалуйста, экзекутив. Еще раз повторюсь, для этого вот не надо уходить из компании, там все вокруг вас, уже все есть для вашей практики, для вашего опыта. Если я правильно слышу, здесь речь не о том, чтобы учиться, а о том, чтобы опыт получать. Конечно, это опыт, это опыт, потому что в данном случае вы можете пойти на любые курсы, они сейчас есть, и они все прекрасны, потому что всех наших там МСС я знаю лично, их не так много пока в России, мы со многими вместе учились, мы приятельствуем. А вопрос в другом, вопрос в том, что вы, как вы работаете с контекстом, в котором находятся эти люди. Потому что здесь важно понимать, чем они живут и чем они дышат. Так, и еще один вопрос, Алин, можем ответить? Да, да. Как часто можно менять нишу, направление? Вы знаете, как здесь такая штука, я отвечу из того, наверное, в чем нахожусь сейчас я сама. Потому что кто-то тут сказал про Мэри Поппинс, вот прям мне откликается, это такая прям моя метафора одно время была в какой-то, вот в недавний момент времени, уже в этом году можно сказать. Почему? Потому что буду делиться интимным, можно сказать, да, на все, на весь мир. А потому что Барбара Шер, кто ее знает, у нее такая есть книжка про сканеров, да, которые как раз меняют свои интересы, у них может быть одновременно несколько интересов, или это люди, которые от одного интереса к другому переходят. Вот я очень похожа отношусь к второму типу, я даже понаблюдала за собой, у меня такой средний темп примерно 7 лет, да, когда меня захватывает какая-то тема, я со всей страстью туда погружаюсь, окунаюсь головой, ныряю, и вообще совершенно потрясающе там себя чувствую, и нахожу возможность, да, из этого делать бизнес, продукт, доход из этого получать. А потом этот поток, как у Мэри Пуппинс, меняется, я с зонтиком, да, ветер изменился, направление ветра поменялось, и мой разворот тоже поменяется, и что-то меняется. И это от вас зависит. Потому что, ну, наверное, если вы каждые полгода будете менять, ну, вы там ничего не успеете просто сделать. Не к тому, что нельзя, а к тому, что это просто малопродуктивно. Но если это раз в несколько лет происходит, то что, помните, мы сказали, куда ведет вас ваш интерес, ваш поток, ваша энергия, да почему нет? По-моему, это вообще прекрасно. По-моему, это совершенно потрясающе. Мы исследуем себя, мы исследуем мир, мы встречаемся с новыми клиентами, с новыми вызовами. Правда? Ну, это же скучно станет, правда? И пишут, это говорят, когнитивная гибкость. Да, конечно. Ну что, друзья, готовы ли вы близиться к завершению нашего эфира? Да, тогда было бы классно, если бы вы там написали, да, чем было полезно для вас, чем ценно. Нам же тоже, смотри, интересно. И ICF России тоже интересно. ICF России, как интересно. Чтобы они дальше эти эфиры делали. Да, коллеги, поделитесь, пожалуйста, что самого важного для вас сегодня, что берете с собой, может быть, что будете делать по-другому? Или какой-то родился? А вдруг кто-то на нишу на какую-нибудь осмелится, замахнулся? Да, а вдруг выросло чувство, поменялось внутри. Это тоже результат после эфира, когда вы заходите с одним ощущением и выходите с другим. Большое спасибо, спасибо. Шкатулка, метафор. Будь собой, мир привыкнет. Татьяна, да. Будем внедрять компетенции в жизнь. Да, когда компетенции, это тоже, знаете, мне очень отзывается, когда компетенции живы не только в коучинговой сессии, а как мы их реализуем в жизни. Ведь мы приходим в коучинг и в коучинговую сессию как коучи с тем, что мы имеем в жизни. И не так, чтобы они возникали внезапно в период коуч-сессии, а потом куда-то пропадали. В этом и сложность, вызвать эту компетенцию вдруг внезапно в момент сессии. И ты как бы, да, поэтому у нас время настроиться, подстроиться, там, начать и так далее. А если ты как бы в жизни привыкаешь это практиковать специально, да, намеренно практикуешь эту историю, то тебе в коуч-сессии это создача очень легко. Это как бы для тебя естественный процесс. Да, хоп, и включить эту настройку. Вот, у нас пишут очень полезно, забираю быть собой, щепотку наглости, да, опыт в экзекьютив взяли. Мы все странненькие. Да, Клавдия, мы все странненькие. Благодарю вас, коллеги, за то, что были сегодня с нами на эфире, за то, что уделяете время своему развитию, уделяете время такому вопросу, как посмотреть внутрь себя и понять, что там с продвижением коучинга, как это у вас, потому что я так слышу, что сегодня эфир Алины, он про фокус на себе. Это фокус на себе, потому что тогда вы и даете миру что-то, что можете дать только вы. Так что мы будем с нетерпением и восторгом ждать новых направлений коучинга, которые вот там расцветут, радиация расцветут у нас через какое-то время благодаря вам. Ну что, готовы завершаться, Алина? Да, да. Тогда мы завершаемся, сейчас постараемся сохранить эфир, оставляйте ваши отзывы, можете писать под эфиром, можете писать нам в директ, и тогда прощаемся до следующей недели, на следующей неделе у нас тоже будет эфир, я потом скажу какой. Ух, интрига! Интрига, пока интрига. Спасибо большое. Пока-пока.